Информационная служба сети АТВ главные темы выпуска. Первый заместитель председателя правительства Вячеслав Бетаров призвал в кратчайшие сроки найти источник заражения воды в лагере. Вице-премьер поручил Роспотребнадзор и администрации лагерского района взять пробы воды. В Москве награда нашла легендарного тренера и основоположника Остинской школы вольной борьбы. Асламбеку Цгоеву посмертно вручили орден славы России. Спортивное лето продолжается. Эстафету командных соревнований приняла Северная Осетия. В столице республики стартовал турнир юных футболистов «Кожаный мяч». Эти и другие темы далее подробно. Первый заместитель председателя правительства Вячеслав Бетаров призвал в кратчайшие сроки найти источник заражения воды в лагере. Сегодня он провел экстренное совещание в правительстве. Вице-премьер поручил Роспотребнадзору и администрации лагерского района взять пробы воды из каждого источника. Всего их восемь. Результаты анализов должны быть готовы уже к ближайшему понедельнику. По тем вопросам, по которым мы сегодня в Вологии собираемся, главный санитарный врач поставила задачу тоже. Наши санитары тоже поставили задачу с администрацией и так далее. Поэтому давайте, пускай каждый подумает, те вопросы, которые были поставлены, какой слог он будет исполнивать. Вы видите, что данная ситуация требует срочного решения. Потому что, насколько я знаю, людей прибавляется, да? А кто прибавляется, там люди. Поэтому надо оперативно научиться и решить вопрос. Есть подозрение, что все скважины подвержены заражению. Для уничтожения вируса необходимо установить обеззараживающую станцию. Все работы на себя взяло Министерство строительства, энергетики и ЖКХ. На решение всех проблем, связанных с загрязнением воды, выделено 10 миллионов рублей. Сложности возникают с поставками необходимого оборудования на ремонтные работы. Потребуется почти неделя. Зампред Вячеслав Бетаров требует максимально сжать сроки. Есть здесь 3-4 этапа работы. Мне помощники, заместители мои уже преподнесли. Речь идет о станции насоса второго подъема. Согласен, у нас окончание работ 17.06. Будем стараться. Первого. Будем стараться, чтобы это получилось. А где как-то 17-й это далеко? Не, не, не. Я подумал. Давайте ужмем сроки. Не, не ужмем. Мы там с поставкой насосов проблемы. Все, что можно будет в процессе уезжать в Санкт-Петербург. Насосы непростые. Завтра выезжаем. Ну, мы два. Завтра выходной день. Понятно. Работаем мы день-ночь. Подрядчик это знает. Усадные тоже работают. То есть максимально, что пока это просто согласовано на бумаге. Все, что раньше получится, задача понятная и ясная. Зампреду доложили, что все государственные аптеки Алагирского района полностью обеспечены необходимыми медикаментами. Нехватки в питьевой воды тоже нет. В ближайшее время будет проведена вакцинация против гепатита А. К работе с населением привлечены волонтеры. Они будут раздавать таблетки, так называемые фаги, против дизентерии. Всего их 35 тысяч. Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Жители Алагира, где произошло массовое отравление водой из-под крана, обеспечат бутилированной питьевой водой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Сегодня она лично посетила город, а после провела большое совещание с руководством республики. По ситуации в населенном пункте, безусловно, идет выписка, учитывая, что наступает выздоровление, результаты лечения положительные. Но с сегодняшнего дня по решению совместным с руководством республики введено обеспечение населения этого населенного пункта бутылированной питьевой водой для питьевых целей. Подвоз уже начат, выгружена первая партия воды в медицинские стационары. По словам Анны Поповой, на сегодняшний день динамика регистрации заболевших уменьшается. Тяжелых случаев не было. Вспышка отравления водой из водопровода вызвана норовирусом. Главный санитарный врач страны также сообщила о том, что с сегодняшнего дня для большего числа жителей Аллагира начинается фагирование. Другими словами, введение в организм бактериофагов для того, чтобы избежать увеличения количества заболевших. Также сегодня в город доставят вакцину против гепатита А. В ближайшие дни все заболевшие будут привиты. Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация может нормализоваться в ближайшую неделю, при условии, что все данные инструкции на совещании с руководством республики будут выполнены. Фатима Макиева, Михаил Безубов, Осетия ТВ. Великих людей помнят даже после смерти. Легендарному тренеру по вольной борьбе Асламбеку Цгоеву посмертно вручили Орден Славы России. Основоположник Остинской школы борьбы ушел из жизни 20 лет назад, но его наследие до сих пор находит отражение в победах наших борцов. На заседании собрания Ордена Славы России в Москве присутствовали представители науки, образования, культуры, спорта и искусства. Все как один отмечали особую роль Асламбека Захаровича в работе с юными спортсменами. Его имя известно не только в борцовских кругах. Я с детства следил за спортом в СССР и в частности в Северной Осетии. И для меня на слуху эта фамилия Асламбек Захарович Цгоев была вбита как человек, которого можно было сравнить с конструктором борьбы, то есть как королев в космосе, так и Асламбек Захарович Цгоев в борьбе. Для многих из будущих чемпионов Асламбек Цгоев стал вторым отцом. Не так давно в Владикавказе в честь бати, как его называли воспитанники, была открыта мемориальная доска. Еще ранее о заслуженном тренере СССР сняли документальный фильм «Глыба», одним названием, показывающий масштаб выдающейся личности. Фатима Макеева, Тимур Мазаев, Савель Зангиев, Осетия ТВ. В преддверии Дня России за отличную службу наградили лучших судебных приставов Северной Осетии. В торжественной обстановке на мемориале славы медали за службу второй и третьей степени удостоились 46 сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по республике. Почетные награды вручил заместитель председателя парламента Северной Осетии Гарри Кучиев. За безупречную службу и инициативу отличие при исполнении должностных обязанностей, высокие достижения служебной деятельности, воем сотрудников вручены медали ветеран Федеральной службы судебных приставов. Обращаясь к сослуживцам, руководитель управления Светлана Гацоева просила не забывать о долге, о чести и о данной присяге. По ее словам, честность, порядочность и справедливость должны быть основополагающими факторами в работе судебных приставов. Мне очень приятно получать такую высокую награду, медаль за службу. Особенно в такой торжественной обстановке, когда приглашены такие высокие гости республики, ветераны труда, ветераны войны, Великой Отечественной войны и наши сотрудники. И мне особенно хочется поблагодарить руководство нашего управления и высокое руководство Москвы, Федеральной службы судебных приставов, за то, что они так достойно оценили наш вклад в службу, в государственную службу нашей республики. Спасибо вам большое. Дворовый мундиаль в самом разгаре. В Северной Осетии стартовал республиканский этап турнира юных футболистов «Кожаный мяч». На площадке стадиона «Юность» вышли 22 команды. Все они – лидеры районных и городских турниров. Игры проходят в трех возрастных категориях. Матч длится не 90 минут, а всего лишь 45. Во всем остальном – полноценный чемпионат с болельщиками и футбольными звездами. И как бы ни старались организаторы устьхомирить спортсменов, дворовый футбол порой не перестает быть грубым и азартным. Фалят так часто, что тренерам приходится вести разъяснительную работу со своими подопечными. По словам специалистов, у наших ребят есть все шансы на победу во всероссийских и международных соревнованиях. В младшей возрастной группе у нас играло семь команд, и там победителем стала команда «Лагир», которая в конечном итоге будет представлять на зональных соревнованиях в Краснодарском крае. Такая же цель стоит и перед теми, которые сейчас играют. Это средний возраст, которым 12-13 лет, и те, которые постарше 14-15 лет. Игры, которые мы посмотрели, мы видим, что мастерство достаточно высокое, видим, что достаточно хороший футбол показывается, и надеемся, что так и будет до конца. Турнир «Кожаный мяч» – крупнейшие массовые всероссийские соревнования по футболу среди детских любительских команд. С этого турнира начался звездный путь многих известных российских футболистов – Станислава Черчесова, Юрия Газаева, Владимира и Георгия Габуловых, Алан Адзагоева. Славные традиции турнира продолжаются. Демфира Лаулаева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok